Участки для голосования в городе Бресте открылись 12 часов. Теперь вплоть до 25 февраля они будут работать ежедневно без перерывов на обед с полудня до 19 часов. Для того, чтобы проголосовать досрочно, избирателю необходимо обратиться на избирательный участок с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. У нас на участке 1773 избирателей зарегистрировано, внесено в списки. Сегодня у нас первый день, когда началось досрочное голосование. С 12 до 19 мы работаем без перерыва вплоть до субботы 24 числа, ну и 25 числа у нас уже единый день голосования. Основной день с 8 до 20. Вы знаете, разное, разное. И старшего возраста видно, что люди уже, ну вероятнее всего, в пенсионном возрасте, возможно уже и свободны, но пришли. Ну и молодежь тоже была. Выборы – это самый важный политический процесс, в ходе которого граждане выражают свою волю и выбирают людей, которые будут представлять их интересы в органах власти. Те избиратели, которые не имеют возможности проголосовать за своих кандидатов 25 февраля, начали голосовать уже сегодня. В числе таких ответственных брещан и председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский. Выбор для себя, конечно, делает сам, но, наверное, досрочное голосование позволяет нам, в первую очередь, невзирая на то, что есть официально определенный день, выполнить с учетом своей загрузки гражданский долг, потому что на своем примере понимаешь, что все, скажем, эти дни будут заняты, и нашел время в обеденное время прийти и выполнить свой гражданский долг. Конечно же, это важно, важно проголосовать за тех людей, которые, я считаю, достойны занятия, эти определенные места, поэтому я считаю, для любого гражданина нашей страны этот день очень важен. Мы пришли всей командой, выбрали этот единственный день, чтобы потом у нас была возможность продлить тренировочный процесс, и сегодня мы решили это сделать совместно со всей командой, включая мужскую команду и женскую, высшую лигу. Голосуем за народ, за светлое будущее. Напомним, что единый день голосования пройдет уже в воскресенье 25 февраля. Избиратели, которые желают проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического проживания, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию по месту проживания до 24 февраля. Василий Набускевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Спасибо. 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 Спасибо.